Валерий Цепкало, экс-претендент на кресло президента Беларуси, заявил, что в ближайшее время опубликует свое большое расследование по поводу выкачки бюджетных средств высшими чинами страны с последующим их переводом на личные банковские счета. По словам Цепкало, на фоне всего происходящего в Беларуси Лукашенко и его свита начали в ускоренном темпе отмывать госсредства. Последствиями такого активного грабежа могут стать многомиллиардные долги, за которые придется расплачиваться не одному поколению беларусов. По мнению политика, это означает, что Лукашенко придумал план «Большого побега» и в скором времени его реализует. А в выводе госсредств из страны Валерий Цепкало обвинил и сыновей президента Беларуси. По словам Цепкало, силовые структуры должны арестовать Лукашенко и сыновей, чтобы остановить этот произвол и наказать виновных. Также, как стало известно, лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с президентом Австрии Александром Вандербелленом. Во время встречи с номинальным главой австрийского государства Тихановская обвинила власти Беларуси в попытках спрятать реальную статистику заболеваемости коронавирусом в стране. Также лидер беларусской оппозиции поделилась с Александром Вандербелленом по поводу эскалации репрессий и раскол в элитах Беларуси. Также она упомянула ситуацию с политзаключенными. Светлана Тихановская заявила о том, что в годовщину чернобыльской трагедии людям не давали зажечь лампады у храмов в память о пострадавших в катастрофе. В пресс-службе политика сообщили, что Австрия вместе с ОБСЕ готова искать пути помощи и в организации диалога с властями Беларуси. Накануне посол Беларуси в Москве Владимир Семашко рассказал о том, что срок подписания дорожных карт по интеграции России и Беларуси может быть смещен на осень 2021 года. Из 28 необходимых для подписания карт, 26 уже обработаны юристами и готовы к подписанию. По словам посла, дополнительного согласования требует карта, касающаяся кооперации производства. Препятствием для скорого подписания интеграционных карт Владимир Семашко назвал ряд российских документов различного уровня. Не так давно Семашко заявлял в интервью популярному российскому изданию, что Беларусь и Россия уже в этом году должны подписать 30 дорожных карт. Но потом уточнил цифру. Сегодня из 30 карт, а точнее из 28, потому что 3 карты по унификации налогового законодательства и 2 карты по таможенному регулированию слились в одну. 21 карта уже готова к подписанию. До конца апреля, я надеюсь, они будут согласованы и тогда дорожные карты и программу их реализации возможно будет подписать в первой половине этого года, говорит Семашко.